Уже с самого начала спектакля в действия, происходящие на сцене, вовлекаются зрители. Пожалуйста, кто-нибудь из наблюдателей, подойдите к экспериментальной зоне и положите на белую платформу. Не стесняйтесь, это часть эксперимента. Еще до показа организаторы предупредили зрителей, что спектакль может оскорбить латышей, потому что он на русском, пророссийских, потому что он антивоенный, до гупелчан, но не всех, потому что он антипутинский, чувства верующих и обезьян. И это часть провокации, которой, по словам автора пьесы и исполнителя главной роли Вадима Богданова, является весь спектакль. Одна из сюжетных линий постановки, как тираны подчиняют людей своей воле. Он точно знает, что хочет слышать толпа, и он дает им это. Он обрекает свои амбиции в слова, которые становятся оружием. Он поднимается на их плечах, становясь выше и сильнее. И вот он уже перед нами. Вадим Богданов соединил свой сценарий с рассказом Владимира Набокова «Истребление тиранов», написанным в Германии в 1936 году, и провел параллель с днем сегодняшним. Война, развязанная Путиным против Украины, по признанию автора постановки, явилась главным триггером к созданию этого спектакля. Вадим говорит, что эта война вызвала раскол среди жителей Даугапелса. Уже никто не слушает друг друга. Уже позиции всем ясны, и никакого диалога даже вообще близко нет, к сожалению. И мне кажется, мое мнение, что этот спектакль – это в некоторой степени и диалог, даже с такими людьми, которые абсолютно не готовы слушать. Многие жители Даугапелса, где большинство русскоязычных, не скрывают своего сочувствия действиям Кремля. Другие искренне поддерживают Украину. Но можно ли называться и быть русским, если ты не за Россию? Как и почему появляются тираны? И если убить тирана, настанет ли мир между идеологическими противниками? Это часть вопросов, которые Вадим поднимает в своем спектакле. Я живу в обществе, которое меня осуждает. Ну, большая часть. Да что там, большая часть. Оно мне говорит, что я не настоящий русский. Одна из сюжетных линий спектакля – похороны театра. Автор торжественно провозглашает его смерть, поскольку театр, как он считает, не выполнил свои роли. Он не защитил людей от тирании и пропаганды, а стал инструментом в их руках. Господи упокоит душу актеров, которые забыли о своем призвании служить правде и добру. Они, как Марат Башаров, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Сергей Безруков, Иван Ахлобыстин, Михаил Пареченков, Никита Михалков, в миру Бесогон и другие, отдали свои таланты на службу государству, которая ведет войну и сеет ненависть. Эмоциональный момент постановки – предполагаемый диалог героя со своим отцом. Герой не понимает, почему для отца тиран из соседней страны стал дороже, чем родной сын. Это, как признается Вадим, совершенно личная история. Его отец – приверженец политики Путина, а сам Вадим Богданов в марте 2024 года присоединился к группе волонтеров, чтобы доставить груз гуманитарной помощи в Украину. Он побывал в Киеве, Буче, Ирпене, доехал до Одессы и Херсона. Своими глазами увидел, что такое война. Вадим Богданов снял документальный фильм о латвийских волонтерах в Украине. Вернувшись на театральную сцену родного города, герой Вадима убивает Путина-тирана. Хотя и не полностью. Меня не сломать. Все потому, что... Фрагмент песни про кремлевского певца-шамана – еще одна провокация автора, из-за которой во время премьеры некоторые зрители ушли. В этот раз все досмотрели спектакль до конца. Спектакль очень сильный. Действительно, есть вещи, о которых следует задуматься и которые обращены к обычным людям. Это очень глубоко, но в то же время понятно. Спасибо за ту мощную энергию, которую он проявил, за его искренность, за его честность, за бесстрашие даже, наверное, говорить в нашем пространстве о таких непростых вопросах. По мнению зрителей, эксперимент Вадима Богданова удался. Он, по его собственному признанию, таким образом высказал все то, что копилось в его душе с начала полномасштабной войны России против Украины. Евгений Павлов, Настоящее время, Балтик.